И сегодня мы заканчиваем качество, которое называется странным словом расторопность. Расторопность, очень странное слово, звучит оно как-то вообще, звучит оно непривычно, но мы уже привыкли. Второй урок, значит, человек ко всему привыкает, пишет автор этой книги. Мы расторопно начинаем изучать расторопность. Он много занимается пустыми разговорами, или много соцсетями занимается. То есть человек, который не делает важные для себя вещи, он может определить, что важные для себя вещи он не делает, потому что он много времени тратит на неважные для себя вещи. Тогда автор книги советует, значит, как поступать со всеми дурными качествами. Сначала постарается понять их основу и разрушить ее. Находим основу и разрушаем ее. Для всего этого нужна расторопность. Потому что, если дурные качества из себя не выкорчевать, то что? Они распространятся и расцветут сердце настолько, что невозможно будет от них избавиться. То есть здесь, представляете, тысячу лет назад, не было еще даже слышно, значит, про психологию, вообще не слышно. Он писал нам очень важный закон. Закон очень простой. Есть что-то, что тебе в себе не нравится, не подходит. Найди корень и разрушь этот корень. Разрушь этот корень. И вместо этого нет пустоты. Отодвинься от зла и делай добро. Вместо этого что делать? Например, ищи мира и стремись к миру. Псалмах царь Давид советовал, 34-й псалом, 15-й отрывок. Ищи мира и стремись к миру. Или пророк Ошеа, пророк говорил от имени Всевышнего. Значит, будем стремиться познать Всевышнего. Вот что мы сейчас делаем? Это мы выполняем совет пророка Ошеа, в 6-й главе 3-й отрывок. Будем стремиться познать Всевышнего. То есть мы расторопно ищем знания учения и знания Создателя. Это очень интересная вещь. И, значит, там же сказали наши мудрецы в Перте, вот, переселись туда, где процветает изучение Торы. И должен человек быть расторопен в поисках справедливости. Как в Торе, прямо в самой Торе написано в книге Дворим. Справедливости цедок-цедок-тердов. Теперь смотрите, как работает это. Вот, допустим, мы возьмем Тамару Лобачева, да? Или Галину Кузьменко мы возьмем, да? Или мы возьмем любого, вот, там, Эстер Исраэль или Искаф Пентусевича. Вот я сижу и думаю, где у меня есть какое-то качество или какая-то вещь, от которой я хочу избавиться. Например, я хочу избавиться от... Вечером я просматриваю телефон, могу увлечься и провалиться больше, чем нужно, да? Просмотреть какие-то новости, там, все это, это, я считаю, можно. Но, значит, много этому времени уделять нельзя. Все, я это понял. Теперь ищем корень, как работает. Корень – это сам телефон. То есть, если у меня есть этот телефон, то, понятное дело, в руках он попривычный, можно его смотреть. Если убрать телефон, ну, Рутиш, надо чем-то занять. То есть, раз нет пустоты, нужно найти что-то, чем ты заменишь, значит, то, что ты хочешь убрать. Отодвинься от зла, сказал царь Давид, и делай добро. Значит, чем можно заменить вот этот вот там час вечером? Можно заменить его, например, изучением Торы, да? То есть, если я перенесу подготовку к уроку на вечер, да, сделаю себе такой перенос. Сейчас я перед уроком готовлюсь, а я буду готовиться вечером. То отлично, я подготовился к уроку вечером, с мыслями о Торе лег спать. Ночью мне снятся хорошие сны. Я создал себе такой интерфейс взаимоотношений со Всевышним. То есть, то, чем ты занимаешься перед сном, очень влияет на твой сон. Значит, Тора перед сном, это намного лучше, чем телефон перед сном. Отлично, значит, расторопно. А утро тогда освобождается время. Чем утро занять? Отлично, значит, я могу с дня перенести. Например, какую-то... Раньше по утрам всегда писал книги. А последнее время о книге не пишу. О, у меня освободился утром, например, час. Я могу в это время начать писать новую книгу. Шикарно. То есть, мы видим, как расторопность, она позволяет убирать плохие качества, убирать сорняки. И вместо сорняков насаждать красивый сад. То есть, вот это очень метафора, очень она понятная. То есть, здесь сорняки растут сами по себе. Теперь, если сорняками не заниматься, они займут все пространство. Значит, если заниматься только сорняками, ты будешь все время возиться в этом дегте и не будешь никак... Ну, не будет радости. Значит, каждый раз, когда ты вытаскиваешь сорняк, мы вместо этого сорняка садим кого? Садим что-то хорошее. Садим что-то хорошее. Вместо сорняка и вместо сорняков по имени Мурат. У нас появляются очень хорошие-хорошие люди по имени Оксана, например, да? Хорошо, дорогие друзья. Читаем дальше. Сказал Раби Иуда Бентейма. В Перте вот, две тысячи лет назад он сказал так. Исполняя волю Отца Небесного, будь дерзок, как леопард, легок, как орел, быстр, как олень и могуч, как лев. Главное здесь, выполняя волю Отца Небесного, волю Всевышнего. Получается, какая интересная вещь. То есть, если человек расторопный, быстрый, то он, с одной стороны, вот мне Рав Ицкан Зильвер, Зиграноцедевик Левраха, Велитий Праведник, он меня всегда так за руку брал и говорил, не надо спешить, не надо спешить. Почему? Я по жизни такой, по сути своей, по энергетике, я очень спешил раньше. Сейчас я уже перестал спешить. А раньше я все время спешил, брался за миллион дел разных, все. Он говорит спокойно, тебе спешить не надо. То есть, в обычной жизни, бывает, человек наваливает на себя много дел. И в спешке он делает много ошибок. Это неправильно. Но, как-то пришел к Любавичскому Рэбе, пришел, был такой один Штейнзальц. Он был уже в 26 лет директором школы, там, ну, выдающийся человек, который написал за жизнь, там, 20-30 книг. То есть, ну, просто он был человек года в Израиле, несколько раз гений, гениальный человек, ну, то есть, во всем гений. И он пришел к Любавичскому Рэбе и говорит, вы знаете, я не успеваю, говорит, много дел сделать. Значит, вот у меня столько дел, столько проектов. А он занимался очень много проектов в еврейском образовании, в Торин. Ну, то есть, был совершенно невероятная личность. Что мне делать? Рэбе ему говорит, возьми еще проектов. Возьми еще. Тут говорит, как я возьму? Я же не успеваю делать то, что я и так делаю. А он ему говорит, в сфере Торы это не ты делаешь. Ты только создаешь предпосылку, делает Всевышний. А для Всевышнего, для него нет, нет для него границ, нет для него ничего невозможного. Ты в этом случае являешься проводником. И вот здесь то же самое с расторопностью. Главный принцип не в том, не в том, что, значит, главный принцип, не обязательно все делать быстро, да? Главный принцип, что ты делаешь. Поэтому нужно повернуться в Тору и, значит, там быть легок как орел, дерзок как леопард, быстр как олень и, значит, могучим как лев. Значит, легкость, расторопность и мощь необходимы также, чтобы бороться со злодеями. И, как Машера Бейну, он говорил, вооружитесь мечами, Пинхасу, который увидел, как Зимри, он, значит, шел против Всевышнего, он тут же схватил копье, его убил и так далее. Значит, здесь нужна расторопность. То есть, все, что касается Всевышнего, здесь нужно включаться быстро. И можно прям конкретно, не надо рассчитывать на свои силы. Когда ты выполняешь заповеди волю Всевышнего, то ты подключаешься к силе Всевышнего. То есть, есть Бог, Творец, который всему мирозданию дает жизнь в любом случае. И даже тем, которые про Бога не помнят, Он им все равно дает жизнь, потому что Он добрый. Теперь, но, Он дал нам такую возможность выполнять заповеди Всевышнего и при этом зарабатывать для себя вечную жизнь. Теперь, когда ты выполняешь заповедь, то это же Он тебе дал и силу, и заповедь, еще и награду. Поэтому человек может совершенно спокойно брать на себя очень много в выполнении заповеди. Тогда они не боятся. То есть, это не ты делаешь, это Бог за тебя делает. Теперь, но в обычной жизни не надо брать на себя много, потому что есть большая разница, когда религиозные люди, верующие, они говорят, я, например, сегодня у меня есть там три встречи, я еще хочу успеть поехать купить там холодильник. Говорит, именно религиозный человек. И он добавляет, имр цешем, если Бог захочет. Потому что купить холодильник, это не заповедь, это возможность. Можно купить, можно не купить. Теперь, но если он говорит, у меня сегодня вечером будет урок Торы, и с Божьей помощью я на него попаду. Вот тут он говорит, с Божьей помощью. Он уверен, что Бог хочет ему помочь приехать на урок Торы. А купить холодильник, он говорит, имр цешем, если Бог захочет. То есть, вот тут вот такая разница. Есть планы, которые такие нейтральные. Есть планы, которые заповеди, угодные Богу. Есть неугодные. Например, человек говорит, все, я, значит, с Божьей помощью иду сегодня, ограблю банк. Значит, с Божьей помощью, значит, ограблю банк, и еще меня никто не поймает. Значит, и если Бог захочет, так я украду миллион. Или два, может быть, да? Теперь в этой ситуации, когда он говорит, с Божьей помощью, Бог захочет, то что здесь происходит? Бог не хочет. Бог сказал на десяти заповедях конкретно, не воруй там, не убивай, не вожилай чужого. То есть, что же ты говоришь с Божьей помощью, если Бог сказал, этого делать нельзя? Как же Бог будет тебе помогать, если Он сказал, что этого делать нельзя? Ты идешь в этот момент против Бога, и ты говоришь, пусть мне Бог поможет. Очень нелогичный подход. Значит, ну, больше всего нужна расторопность на пути возвращения ко Всевышнему. Значит, когда человек решил вернуться к Богу, начать соблюдать заповеди, здесь нужна больше всего расторопность. Будь расторопен и немедлен на путях раскаяния, и не будешь ты даже минуту злодеем перед Всевышним. То есть, здесь очень важно, очень важно, вот в таких вещах, как, например, есть еще один такой нюанс. Вот человек говорит, я дам тздаку. Я, значит, дам тздаку, это же заповедь помогает, дам тздаку. И он говорит, он с Божьей помощью, да, без раташем, дам на тздаку, там, тысячу долларов, а потом не дал. Это называется как? Если он пообещал дать тздаку кому-то, да, помочь, выполнить заповедь, и не дал, это называется обманул. Причем мало этого, это называется обманул. Когда ты говоришь вещи, которые заповедь, нужно обязательно сказать без обета. Без обета, чтобы это не выглядело, как ты обещаешь Всевышнему это сделать. То, что есть заповедь, понятно. Но если ты обещаешь сделать, это может быть, как будто бы ты с Богом заключил личный договор. И тут нужно быть в миллион раз аккуратнее. И все, что касается добрых дел, с одной стороны, ты должен их делать намного более ответственно и быстро, чем обычные свои дела. Но с другой стороны, нельзя их обещать, потому что ты можешь попасть вот в эту ловушку. Об этом говорил царь Соломон в Экклезиасте, что не обещает. То есть, пускай твой род не вводит тебя в грех, потому что если ты обещаешь, то это проблемка. Поэтому все, что касается богоугодных дел, нужно сказать с Божьей помощью без обета. Блинедер. Без обета. Теперь дальше. Дальше здесь он пишет, вот в этих вещах нужна расторопность, быстрота, нужно торопиться, нужно делать. Потому что, сказал, есть такая оператива, вот очень интересный совет, что раскайся за день до смерти. А кто знает, когда он умрет? Никто же не знает. Поэтому нужно раскаиваться каждый день. Не надо ждать, что ты там думаешь. Ну, сейчас я погуляю, а в старости раскаюсь. Нет, может не успеешь до старости дожить. Может догуляешься так, что не успеешь до старости дожить. Поэтому раскаиваться нужно прямо каждый день. Говорил царь Самон, чтобы были твои одежды белые. Имеется в виду, чтобы не было на тебе греха. И масло будет на твоей голове. Вот здесь как раз, здесь в одной фразе царь Самон дал сразу же совет. Да, такой совет прям конкретный. То есть, для того, чтобы избегать греха, то нужно быть занятым. Нужно быть все время занятым. Здесь автор этой книги пишет так, что не торопись в обычных делах. Не должна быть излишняя торопливость. Значит, расторонность состоит в том, чтобы сердце бодрствовало, мысль была восприимчива, и руки-ноди легкие, исполняя дело. Но нельзя быть торопливым, таким суетливым не надо быть. Дальше он пишет так, что расторопность в делах Торы приводит человека к высшему достоинству. А расторопность в преступлениях приводит человека в ад, в преисподнюю. И так же, как необходима расторопность в делах Торы, нужна расторопность в делах житейских. Расторопность в своем ремесле. О, вот это очень важная вещь. Того, кто делает свое дело расторопно, ожидает большой успех. Поэтому человек, он пишет, в конце такой призыв к действию, call to action. Поэтому человек, будь расторопен в делах обоих миров. Расторопно делай работу своего ремесла, которая, надобность этого мира, чтобы скорее освободиться для работы духовной, для служения Всевышнему. Говорит, вот Латуха Дмитрий, он знает хорошо притч, я вижу, молодец. Он прям сразу же все отрывки цитирует. Он помнит, отрывок такой есть в притчах. Видел ты мастера, Хазита Уман Маир Бамлахто, видел мастера быстрого в своей работе, перед царями он будет стоять. То есть, если человек, например, он в своей работе, он чем-то занимается, там, парикмахер, да? Вот он быстрый, я помню, был период, когда нельзя было стриться. Нельзя было стриться, и это было до Лагбаумера. Нельзя было стриться после Песоха до Лагбаумера. 33 дня. И вот я, значит, не стрикся, не стрикся. И потом я записался к одному мастеру, здесь у нас есть, я живу, парикмахерская, и там мастер такой. Я говорю, я приду в 11 утра, но у меня, я очень ценю время, поэтому давайте в 11. Он говорит, все, записал. Я говорю, так ты же не записал. Он говорит, в 11 приходи, значит, и ебиседр, будет все в порядке. Прихожу, я, значит, без 10, 11. У него сидит очередь передо мной, человек 5. Я ему говорю, я аж на 11. Он говорит, ебиседр, успеем. И он за 10 минут, с какой скоростью он стрик, это просто. Он вот так людей стрижет, то есть он реально очень быстро стрижет, да, мастер. То есть у него прям летает все. Там 5 минут на человека, значит, человек за человеком, все. Но они все стригутся по-другому. Они все стригутся очень коротко. Машинка. И давай дальше. Религиозный район, религиозная парикмахерская. А он сам пострижен вот так где-то, как я сейчас. И я сажусь, я говорю, слушай, мне не надо так коротко. Мне нужно, как ты. И он меня постриг, точно получилось, как он. То есть видел ты мастера быстрого в своей работе, будет он стоять перед царями, не будет стоять перед темными людьми. Но я уверен, что есть парикмахеры еще лучше, которые более учатся все время, развиваются, участвуют в каких-то конкурсах. То есть есть люди, которые реально в своей работе, они мастера. И вот это две вещи, в которые человек должен вкладывать. Свое профессиональное развитие и свое духовное развитие. Если ты занят этими двумя вещами, говорил Рабан Гамлиэль, сын Рабиуда Анаси. Вторая глава Перте, вот. Яфе, он говорит, прекрасно Талмуд Тара, совмещает Талмуд Тара, изучение Торы, им Дерахеретс. Вместе с Дерахеретс, это путь жизни. Что когда человек устает от двух этих занятий, он забывает о грехе, у него сил нет. Он домой потом вернулся. Какой ему грех? Куда ему грешить еще? Он хорошо поработал, принес деньги, заработал. Приятно, люди довольны, люди благодарны. И, значит, он вечером поучил Тору, помолился, пообщался с детьми, дал им хороший пример. И счастливый ложится спать. Вот это вот самое лучшее, это прекрасно, быть расторопным в этих двух вещах. Хорошо, дорогие друзья. Видите, мы сегодня расторопно закончили урок раньше, 25 минут. Расторопно мы закончили урок раньше, все успели. Вот Толя успевает еще здесь, значит, пропагандировать за свою страну. Значит, есть люди, которые, вот они везде. Ход на уроке Торы, они, значит, они в другой идеологии. Да, вот есть люди, которые реально, они посвящают себя какой-то идеологии. Причем, что обидно, вы знаете, обычно один процент людей, он может, там, два процента людей, которые активно объединились вокруг какой-то идеи, они могут общество сдвинуть. И обычно вот эти два процента, у них нет ни работы, ни духовности. И они обычно самые, ну вот вообще, и они делают все революции. То есть, два процента в любом обществе, они портят жизнь всем остальным. И я вот, конечно, сейчас в Израиле, да, что происходит, люди там, два процента совершенно неадекватных людей, анархистов, выходят на улицы, портят жизни всем остальным. Еще пол процента журналистов умножают эффект этих двух процентов людей, левых анархистов, умножают его на тысячу через СМИ. Сидят нормальные люди по домам, смотрят на это и думают, весь Израиль на улицах против Натаньяо. Это полная неправда. Это мизерная доля вообще каких-то неадекватных сумасшедших, которых умножают их влияние, такие же неадекватные сумасшедшие журналисты. И кажется, что все, да, вот такая ситуация. Значит, к сожалению, нормальные люди, к сожалению, к счастью, не знаю, они работают, учат Тору, занимаются своими семьями, им есть чем заниматься. Они адекватные сумасшедшие, они выходят на улицы, они занимаются активным каким-то диванами, воинами в интернете и портят жизнь хорошим людям. Вот так все время происходит. Никогда в мире не было такой ситуации, как сейчас, конечно, с соцсетями. Но с Божьей помощью Всевышний на всех поколениях, Он нам давал жизнь все лучше и лучше. И так и дальше будет. Жизнь будет все лучше и лучше. Я вам даю гарантию, что Всевышний, Он делает так, что в мир приходит все больше Божественного Света. Мы, как Ваикра, платформа Ваикра, мы умножаем этот свет, стараемся его умножить. И с вашей помощью мы его умножим, чтобы было миллион часов просмотра уроков Торы в месяц. Когда будет миллион часов просмотра уроки Торы в месяц, то будет свет, прям будет конкретный свет. И этот свет, он приведет, значит, свет Машеха придет Машех, и, значит, мы все увидим, как мир улучшится, перейдет на следующую ступень еще большего добра, еще большего света. А злодеи, они, конечно, сгорят, как пыль. Как пыль они сгорят, недолго всем злодеям осталось. А добрые, хорошие люди будут процветать. И, на самом деле, в мире всегда так и было, что добрые, хорошие люди, праведники, они будут процветать, а злодеи, они быстро сгорают. Они очень, они видные такие, да, как заноза. Она маленькая, но она очень много влияния, внимания привлекает. Ложка дегтя, она в бочке меда, портит бочку меда. Поэтому на сегодня, на сегодня, значит, вот, несмотря на то, что выглядит мир, как будто бы что-то нехорошее, но по факту это заноза и ложка дегтя. Что скоро вот эти вот все маньяки сумасшедшие, которых мизер вообще единица. Представляете, вот такой вот мизерный маньяк, этот Синуар, крыса вообще позорная, да, сидит в канализации. И вот этот вот маньяк-убийца, который организовал убийство 1200 невинных людей за один день, он с целью, чтобы погибло еще сотни тысяч, развернуть вот эту вот мировую войну. То есть он сам маньяк, он сам при смерти. И он из-за вот таких вот просто, я не знаю, даже нету слова у меня насекомых, вот как этот Синуар, из-за этого сейчас сотни тысяч людей уже там погибли, ранены, лишились домов. Из-за вот такой вот крысы, которая сидит в канализации сейчас и сдохнет в этой канализации. Но сумел он поджечь, его цель как бы поджечь Ближний Восток, она сбывается. Сейчас будет Ливан уничтожен, Иран уничтожен. То есть он этого и хотел. То есть его была цель, чтобы Израиль был уничтожен. Но он же не знает, что Всевышний пообещал, что Израиль будет вечный. Израиль невозможно уничтожить. Значит будут уничтожены враги Израиля. И вот это вот сделала одна крыса, хотя Израиль совсем и хочет жить в мире. Если бы был мир, Израиль первый, кто скажет, все, давайте делать мир. Все, дорогие друзья, всем удачи, успехов, чтобы мы увидели мир. Мир будет в любом случае. Мир будет, но придется для этого уничтожить всех злодеев. То есть все злодеи будут уничтожены. Все, всем прекрасного, хорошего дня. Работаем, учим Тору, все будет хорошо. Крыса это синуар. Синуар это крыса, даже хуже, чем крыса. Сидит в канализации, значит и сдохнет в канализации скоро. Все, всем удачи, успехов, счастливо. Субтитры создал DimaTorzok